Добрый вечер! Главная новость сегодня. На саммите ЕС достигнуто соглашение по бюджету Евросоюза на ближайшие 7 лет. Более суток длились переговоры лидеров стран ЕС. Странам Балтии выделено дополнительное финансирование по программе Фонд развития села. Латвии 60 миллионов евро, Литве 100 миллионов, Эстонии 50. Как и в старом предложении, так и в новом размер дотации латвийским крестьянам установлен в 138 латов за гектар. Лишь пять депутатов Сейма подписали обращение к президенту Андресу Берзеншу с просьбой вернуть на работку закон о порядке ведения евро. Письмо подписали члены фракции Союз зеленых и крестьян, и в их числе главный евроскептик Ивета Григулы. Оппозиционеры требуют, чтобы президент инициировал референдум о вступлении в еврозону. Японское рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Латвии. Любопытно, что по мнению японских экономистов, переход Латвии на евро заметно оживит латвийскую экономику. Правда, если увеличатся притоки иностранного капитала в страну, то существует риск экономической дестабилизации. Японские аналитики считают, что для дальнейшего роста Латвия должна поменять структуру экономики, чтобы она зависела не от внешних притоков капитала, а от увеличения внутренних сбережений. Андрей Дмитриев, Латвийское телевидение. Латвию сегодня практически завалило снегом. Глубина снежного покрова в Алксной днём достигала 44 сантиметров, сообщают метеорологи. Сильный снег в минувшие сутки местами шёл по всей Латвии. Поэтому глубина снежного покрова увеличилась и в других населённых пунктах. В Зосвино достигало 33 сантиметров, в Салдусе — 13. В Бауске и Стенде — 10 сантиметров. Снег лежит и в Курзме. В Риге снежный покров не так велик — 9 сантиметров. Но и в столице дворником и снегоуборочной технике было чем заняться сегодня. Рижский аэропорт не принимал самолёты вчера, из-за тумана переправлял их в Таллин. А сегодня, наоборот, из-за ЧП в таллиннском аэропорту рейсы переправляют в Ригу и Хельсинки. Сегодня в полдень самолёт фирмы ОЛС «Аэробус-300» успешно приземлился в таллиннском аэропорту. Но затем выкатился за пределы твёрдого покрытия и застрял. Инцидент произошёл при рулёжке. Грузовой самолёт пришлось освобождать от 40 тонн груза. Сообщение прервано на несколько часов. Погодные условия и покрытие ни при чём. Период с начала февраля до дня выборов самоуправления по закону — период предвыборной агитации. Отчёт 120 дней до муниципальных выборов уже пошёл, а значит, в силу вступают все запреты, связанные с политической агитацией. Партии в нынешнем году столкнулись с обновлёнными рамками закона. По словам руководителей Бюро по борьбе с коррупцией, они самые строгие за последние 10 лет. Во-первых, лимит, который каждый из партий может истратить на предвыборную агитацию, сокращён ровно вдвое. Это должно уравнять силы участников предвыборной гонки. Так же само введён новый запрет, это такое новшество абсолютно. 30 дней до выборов будет запрещено размещать предвыборную агитацию на телевидении. Это такое как ноу-хау для нас, для Латвии. Все ограничения нацелены на то, чтобы партии меньше тратили средств на рекламу, а больше направляли предвыборную кампанию на прямую коммуникацию с жителями Латвии. Бюро по борьбе с коррупцией призывает всех латвийцев информировать о любых мероприятиях, проводимых партиями в регионах, так как проследить за всеми не в состоянии даже КНАП. Андрей Дмитриев, Эрик Крайнев, Латвийское телевидение. Медики говорят, эпидемия гриппа и заболевания верхних дыхательных путей достигли своего пика. Рекорд побил Даугопилс. Более тысячи заболевших на 100 тысяч населения. Число больных в Латвии растёт во многом из-за того, что заболевшие по разным причинам продолжают ходить на работу и заражать здоровых. Одни боятся потерять работу, другие — часть доходов. Ведь больничные покрывают только 80% зарплаты. И то не с первого дня. И далеко не все работодатели оплачивают больничные. В инспекции по труду получают десятки жалоб на отказ оплатить больничные. Угрозы — уволить слишком часто болеющих и требования выходить на работу, не долечившись до конца. В инспекции по труду называют это вопиющим нарушением прав человека. И призывают жаловаться на каждый такой случай. Среди нарушителей и мелкие и крупные предприятия и супермаркеты. Свои незаконные требования к больным работникам они поясняют тем, что работать некому. Поэтому те, кто хотя бы слегка подлечился, должны выходить на работу. Но это незаконно. Если работодатель шантажирует больного работника, угрожая взять на его место болеющего реже, нужно звонить в инспекцию по труду. Работодателю грозит штраф до 750 латов. И за неоплату больничного тоже. Чаще всего такие нарушения допускаются на микропредприятиях, где работникам предлагают болеть, но за свой счет. Но и сами работники признаются врачам, что больничный им не нужен. Брать его невыгодно, потому что теряешь 20% заработка. Вот и пьют лекарства на рабочих местах. В конфедерации работодатели признают, многие и правда сейчас не могут позволить себе болеть. Болеющие обходятся бюджету примерно в 50 миллионов латов в год. Ущерб работодателям никто не подсчитывал. Для сравнения, в Эстонии больничные начинают оплачивать только с четвертого дня болезни. В Латвии — со второго. Дети есть дети. И об отношениях со сверстниками у них свои представления. Школьные перемены, скорее всего, никогда не будут без драк. Тем не менее, попытаться снизить уровень детской агрессии стоит. Согласно исследованиям, четверть школьников хоть раз сталкивались с агрессией сверстников. Еще 10% предпочли не отвечать. Я не знаю, за что. Никого не трогаю. Не трогаю никого. Они начинают обзывать. Я их тоже сами называю, как они меня. Если начинают драться, я просто ухожу в сторону. Я помню, у нас все время противоположный класс есть, 6-й Б. Там всегда бывают драки, все это. Наша классная руководительница, ей нужно было отойти на секунду, там мы 6-й Б чуть не задушили. Это дети. Это коллектив, который развивается. Это социальная адаптация, это психологическая адаптация. И, в принципе, попадая, приходя в школу в первый класс, каждый, конечно, старается найти, наверное, свою нишу. Кто он в коллективе, кто я. Как меня будут уважать, будут меня уважать, любить. Впрочем, ситуация, когда подростки сталкиваются с агрессией или даже насилием, вовсе не безвыходны. По специальному бесплатному телефону доверие о своих проблемах может выговориться каждый. В день сюда поступает несколько сот звонков. С 2010 года количество жалоб на насилие сокращается. Но это число еще достаточно высоко, чтобы о нем говорить. Дети жалуются на эмоциональное насилие, на физическое. Но бывают и случаи, когда речь идет о сексуальном насилии. Чтобы научить детей относиться к своим сверстникам терпимия, европейские организации разработали целое интерактивное пособие для социальных педагогов, которое уже есть и в латвийских школах. Но если проблемы все же возникают, номер телефона доверия для детей 8300-9300. Сергей Герасимов, Артур Слепин, Члатвийская телевидение. 46 и 31 средние школы Риги вплотную прилегают к месту строительства нового терминала по перевалке продукции российской компании «Уралхим». Сегодня учебные заведения получили пожертвования от компании на сумму в 100 тысяч евро. Мы постараемся совместно с директорами школ построить хорошие современные классы, в первую очередь химические классы. Пока одни заявляют, что терминал по перевалке и хранению аммиачной селитры является прямой угрозой для города, другие уверяют, что никакой тревоги не должно быть и в помине. Взрывается многое и даже мука. Самое главное, какие условия для этого созданы. Но директора обеих школ пока думают не об этом, а о том, на что потратить подаренные компании средства. Мы хотим измерительную аппаратуру, чтобы действительно и уроки, и вот эта научная и исследовательная деятельность учеников соответствовала, ну приблизилась, по крайней мере, к лабораторным условиям высших учебных заведений. У нас в школе в этом году юбилей 60 лет, и 10 мая будет взлет большой, значит, и это тоже нам, вот эта сцена, будет как хороший подарок для школы. Благотворительная акция на территории Латвии уже не первая, которую осуществляет компания «Уралхим». Годом ранее 80 тысяч евро пошли на лечение и реабилитацию тяжело больных детей. Андрей Дмитриев, Роналдс Бранц, Латвийское телевидение. В Бангладеш затонул паром, на борту которого находилось более 100 человек. По предварительным данным, около 50 пассажиров пропали без вести, остальных удалось спасти. Отмечу, что в Бангладеш, где протекает порядка 200 рек, подобные инциденты происходят достаточно часто. Страшная авария произошла сегодня утром в Африканской Замбии. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП 53 человека погибли. Еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести. В общей сложности в автобусе находились более 70 человек. А обстоятельства трагедии выясняются. В американском штате Джорджия пёс Норман катается не только на самокате, но даже и на велосипеде, находясь при этом в вертикальном положении. Хозяйка Чудо-собаки научила своего четырехлетнего питомца двумя передними лапами держаться за руль, а задними крутить педали. К тому же совсем недавно Норман освоил и владение скейтбордом. Андрей Дмитриев, Латвийское телевидение. Через минуту о спорте и погоде. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...